Новости на Соборке – это не новости, это повод поговорить. Одесская народная мудрость. Здравствуйте. Этот выпуск Соборки я бы назвал просто – тост. В середине марта Валерий Исаакович Хаид праздновал юбилей. Яркий, веселый, ироничный юбиляр сам вел празднество, на которое собрались авторы журнала «Фонтан», которые он успешно редактирует вот уже чуть ли не 20 лет, издатели его книг и, конечно, творческой общественности. Юмора было море, некое соревнование талантов и событий из истории Одесского КВН. По-моему, именно Хаид остался единственным одесским капитаном КВН, живущим ныне в нашем городе. Время, напоминаю, было март, и Валерий Исаакович, как истый интеллигент и одессит, время от времени говорил о событиях в Украине, критически весело упоминая прошлую власть. Присутствующий на празднестве младший сын Валерий Исааковича, Святослав, звезда квартета «И», автор и исполнитель главных ролей в фильмах «День радио», и «День выборов», ну и других, живущий и работающий ныне в Москве, при попытке папы выйти на публицистические откровения в жизни Украины, мягко просил «Папа, ну не надо». Его можно понять, он ведь живет в Москве, а там один зритель, от которого зависит судьба актера, фильма, театра. И пока это так, Владимир Владимирович Путин. Вот тогда и возникла идея этого тоста. «Милый слава», обращаясь я к нашему сыну Валерию Исааковичу Хаиду, «Когда-то мы с твоим папой, Валерием Хаидом, очень иронично относились к старым большевикам. Их фанатизм, идеологическая ортодоксальность, мечты о всемирной социалистической революции, уничтожение империализма вызывали раздражение и утвердительное кивание головой, потому что, как говорят, чем бы тетя не тешилось, лишь бы не плакало». Разрушился тот мир в один миг, и началось новое время. Время новых надежд. Оно оказалось бандитским, дико коррупционным, голодным для большинства и, главное, страшным для твоего поколения, Славочка. Не всем везет так, как тебе, далеко не всем. И вот наступила сегодня. Наша страна, твоя страна, папина и мамина страна, ну и моя, получила шанс стать действительно самодостаточной, гордой, независимой и, что самое главное, возможно, справедливой. Это было всегда мечтой нашего поколения, возможность хоть иногда полетать. Мы летали всегда, но оглядывались. А сейчас не оглядываемся. И мы летим. Не останавливая отца, он летит. Он говорит, о чем думает, смеется над чем хочет и продолжает мечтать. Да, мы не сильно отличаемся по возрасту уже сегодня от тех старых большевиков. Но они были убеждены в счастье для всего мира, а мы эгоисты только для нашей страны Украины. Всю жизнь мы были патриотами Одессы, а сейчас Украины. Летайте, Валерий Сакович. На этом я должен был бы поднять бокал и выпить. Бокал я поднял, выпил, а тос произнес только сейчас. Всего вам доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok